понакупал эти по 100 рублей вот эти тоже по 100 рублей троник 650 что ли вот эти два крайних снял это нижний он нижний вот это верхний можно и кстати местами перепутать сейчас красочкой помечу что это верхний вот с этим чтобы не перепутать тут не течет масло принципе можно их и не глушить сейчас меточки сделаем без метки нижняя метка 2 это вот этот метка один вот этот чтобы ничего не забыть иначе все нужно беды потом наделать вот это с гусем середина этот вот этот это будет здесь вот самое интересное что сегодня масло не бежит почему-то как раньше бежала вчера может давление ушло какое-то откуда-то и перестала бежать ну почему она вчера их фигачила непонятно по идее даже ну не должно бежать она была зря по накупал как зря что не по 100 рублей пускай будут пригодятся же да эти новые надо будет поеду закатаю на них тройник ну чё пригодится мне так что вот так вот короче сейчас полезу под низ ничего не течет вам хотят что-то натекает потихоньку потихоньку натекает заглушить на лучшее вирс кинулся по заглушал все равно так вот этот вот это вот на отвал и вот там отвал после этого тонкого это на отвал идут сейчас надо вот с теми как-то разобраться еще все как-то буду разбираться видеть как-то надо это дело но эти шланги уходят на ту сторону но один мотор это на второй мотор по ходу дел да да получается получается что получается получается одна метка нижние два метка 2 здесь одна метка нижней второе не стал метить ну понятно что это верхний тонкий вот так вот идет сразу здесь то что тут не перепутаешь гуляни хера тут место нифига зачем-то перемычку сделали ладно будем сейчас разбирать как-то снял и он вынимается наверх вот это справа сторона шланга длинная а левая вроде короткая не знаю на все шланги снизу скидывал кроме вот этого тонкого не знаю по другому никак что было не сделать чтобы вниз снималась как у всех но с другой стороны поднимать тяжело тяжело она тяжелая пиздец это елда тяжеленно конкретнейшая она тяжелая такая увесистая елда блять весит нахуй нормально она я не знаю сколько такая нормальная сейчас попробуем раздербанить и так ну чё ночи легко руками вынимается и все просто пинь 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 и все вот я так понимаю пыльник просто от мусора пружины вверх стоял так тут в принципе в коллекторе не видно ничего тут факов за факов все блестящее четко самое интересное здесь видно как терлась здесь не видно не знаю пока внутри короче вообще без этого без нагрузки просто выскочил и все шайбы 1 не было походу уже снимали который держит этот низ метку сейчас поставил машинка отрезной чтоб потом не мучиться как система классическая стопор шайба под под этой крышкой да внутри не поменять я смотрел несколько видео 10-20 у кого здесь резинки стоят у кого здесь то есть нет этот вынимать надо по-любому то есть по месту было не сделать если бы здесь вот были резинки можно было бы эту морковку вытащить поменять и чпок назад а здесь не так здесь самой вот этой вот части вообще нет нагрузки пик 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 то есть там хана по ходу всему стертые они все наверное сейчас продолжение следует верхнее кольцо резиновая дубовая ну как вот оно такое но не ломается пока еще получается она у нас не держала раз наверх текло правильно сейчас как-то надо вот эти вытащить коллекторные именно по которым держится давление но они утоплены вообще конкретно даже и не торчат оттуда так то у меня не было нареканий по тем по логике вещей можно вообще одну заменить это и все но он слишком легко собирается он может перепускать внутри там чисто теоретически правильно же чтобы он вообще вот просто не выступает не то что вровень выпирать даже вровень нету как выковырить больные надо за крючком ехать у меня крючки есть эти от стекольные темы я пойду пацанам скажу может у них есть крючок и не ехать за крючками своими такие делишки надо вытащить попробовать как-то как он тогда работал если они вообще не торчат заподлицо даже утопленные фиг его знает все здесь такая резиновое колечко вот такое круглое и вот такая вот квадратная пластиковая хренатень и здесь получается каждая яме вот она раз два три с четыре с пять шесть их крючки это для эквализер это для стекол у меня ведь американские это типа боковые стекла чистить когда разбитые офигенные каленые вообще жалко их конечно вот такая тут система ниппель короче вот я вытащил эту второпластовую второпластины может еще и живые да как бы нижняя резиновая должна вытягивать она дубовая вот она видать она сжатая да она сжатая уже дело не в этом делом то что вытащить пластмасску не испортя ни хрена не получается отпечатки все равно остаются на ней вот вот они отшила может быть достаточно было поменять резинки поставить новое и все пластик ты не вытащишь так просто видите между стенкой и пластмассиной нет места то есть ты не можешь как бы ее вытащить пока ты ее ну типа не проткнешь такая вот система ниппель так она выглядит сминается кстати может ее погреть она потом встанет но она все равно вот она прокалывается короче все понятно сейчас размеры снять и короче 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 заказать короче вот это пыльник я так понимаю грязи этот нормальный ничего с ним не случилось можно пружинку подтянуть и все так значит еще раз раз два три четыре пять шесть шесть все сейчас размеры сниму и завтра надо заказывать с питера попробуем там где я брал штоки и там где я брал на ремкомплекты на на миника на цилиндры нет можно еще в кириллисе заказать в москве в группе написал мини-экскалаторы они вообще игнори даже не ничего не отписываются где чего один написал там типа ну где там в москве человек ремонтный мне называется ремонт гидронасоса кстати ему по гидронасосу написал если там что крутится где-то и давление или не не вертится посмотрим что ответит это пластиковая компенсационная да и резинка стояла толстая вот это вот верхняя значит она разъемная с замком вот она так значит 70 наружный диаметр 59 внутренней вот она вот так вот 19 5 и 1 ширина так есть дальше получается что сейчас мы посмотрим так дальше резинка вот вот это кольцо вот она 70 на 59 примерно 58 ну и 52 вот она сжалась получается сжатая стала по идее круглая должна быть так это 2 вот это резиновое кольцо которая стоит вместе с пластмасской насколько я понимаю они вот она это кольцо нижняя сальник который вот здесь вот под этой крышке стоит вот она 80 то есть она уже сжалась 3 2 2 и 8 так вот оно это кольцо так и теперь получается тех по одной штуке а вот эти пластик вот он вот этот пластик прямоугольного сечения но самое интересное здесь какая то есть ступенька на может она уже от времени натерла вот так она выглядит целиковая 63 на 59 с половиной ну и вот размеры и 6 и кольцо резиновое под него вернее сверху его например на 68 на 64 вот такие размеры тоже 6 штук я еще перепроверю все это точно человек писал как там регулироваться должен насос здесь никаких крутилок просто нету никаких крутилок нигде не нашел никакие крутилки что там крутить может внутри насоса что-то и крутится насос помеченный то есть его кто-то разбирал кто-то его пытался разбирать он метки эти но крутилок я здесь никаких не вижу ничего здесь не крутится если крутится где-то вы покажите где где крутится ничего здесь не крутится нигде не сверху не снизу то что его метки стоят вот это подозрительно правильно кто-то же метки эти ставил зачем-то потом по ходу по ним собирал может клапан внутри насоса не перепускает поэтому он и не срабатывает в группе мини-экскаваторов там человек которым не отписался по этим пластмасском я ему написал может он знает что там внутри какая-то проблема регулятор какой-то есть и он ни хрена не срабатывает вот это да шанс есть но чтоб что-то крутилась с улицы ничего тут такого нету чтоб что-то крутилась если только через эти пробки туда как-то залезть но будет стоит ли там этот клапан ну вот-вот показываю нету здесь ничего никаких крутилок нету но метки должны завода быть не должны хз так а сам диаметр внутренней здесь 59 и и и и и 3 что ли 59 и 3 ну-ка с этой стороны замеряем да все дети три но это херня врет без сука на три десятки как обычно так сколько у нас 59 до это показа 59 и 3 значит здесь не 59 и 3 потому что здесь штангель врет походу на три десятки вот ведь сюда не одевается показывает он сейчас 59 и 3 сейчас здесь у нас будет врет пиздец это штангель сука в эти не входит так вот раз зашел сюда уже не одевается блин вообще пиздец эти штангеля такой трендеж